Всем привет, с вами Мефодий. В этом видео я расскажу вам о макросах на шедерогу, которую я использую сам и немного взаимодействия их с раскладкой талантах на панели команд. Досмотрите пожалуйста этот ролик до конца, в конце будет полезная информация по гайду и не только. Начинаем. Первые два макроса просты, но обязательны. Макросы на удар тьмы и удар в спину имеют строчку старт атак. При нажатии вы автоматически берете в таргет и начинаете атаковать ближайшую цель. Макросы на стелс. По аналогии с предыдущими в макрос на незаметность прописана строчка стоп атак для прекращения атаки по цели, чтобы случайно не войти в режим боя. Макрос на исчезновение имеет ту же команду для прекращения атаки, но добавлена команда на использование незаметности сразу после ваниша. Макросы на сап. Вариантов макроса на шеломление много, у меня их 4, но я использую в основном 3. Первый это сап по ближайшей цели, макрос выбирает ближайшую цель сам. Очень удобно, когда вы ищите кого-то, кто тоже бродит в незаметности. Второй делает тоже самое, но в нем мы прописываем строчку таргет имени плаера. Это означает, что целью может быть выбран только игрок, а не случайный пэт или тотем. Также в макросе присутствуют команды взять цель в фокус, для удобства продолжения цепочки контроля. Когда я иду на БГ или арену, я просто меняю эти макросы местами на панели команды. Последние два макроса на шеломление по фокусу, обычный и с модификатором через shift. Макросы для ослепления. Первый с модификатором. Универсальный макрос использует ослепление по цели при обычном нажатии и отдает слепоту в цель по фокусу при зажатой клавиши shift. Также в нем прописаны строчки для отмены череды убийств и длани защиты. Эти строчки можно смело менять по вашему усмотрению. Второй макрос на ослепление по маус-уверу. Используется при наведении курсора мыши на цель. Последние варианты макроса для арены. В них прописаны строчки таргет арены 1-2-3. Макросы на шаг сквозь тень. Первый это макроса, знакомый нам модификатором. При обычном нажатии прыгает за спину к нашей цели. В нем добавлена строчка на использование способности пинок. При зажатой клавиши shift прыгает за спину к нашей цели по фокусу и отдает ей кик в каст. Второй макрос это саб через шаг сквозь тень. При телепортации сразу же отдает ошеломление по нашей цели. И последний это шаг сквозь тень к нашему союзнику. В макросе мы прописываем имя нашего тиммейта, что позволяет не выбирая его в цель прыгнуть к нему за спину. Макрос на пинок с модификатором. Как и в макросе на ослепление, здесь добавляем строчки для отмены эффектов, мешающих нам использовать таланты. При обычном нажатии отдает кик к нашей цели, при зажатой клавиши shift отдает кик по фокусу. Удар по почкам использует ту же механику как и макрос на кик. Дополнительный макрос на подлый трюк по фокусу. Также макрос команды взять цель фокус. Макрос на отхил. Использует талый филиал и камень здоровья. Сюда можно также добавить зелья с алхимией, плюшки с инженерией и другие дополнительные сейвы. Самое лучшее осталось напоследок. Боростовые макросы на танец теней. В макросе прописаны строчки уси 13 и 14 для использования наших аксессуаров. Далее используется сам танец теней, после него прописаны строчки на символ смерти и теневые клинки. Таких макросов должно быть два. Отличаться они будут последней строчкой на использование внезапного удара или подлого трюка. И все это при одном нажатии. Для удобства использования макросов на танец теней я использую все тот же shift. Удар тьмы и хуже трюк лежат на клавишах 2 и 3. Соответственно макросы на танец теней с окончанием на эти же способности забинетые на клавиши shift 2 и shift 3. В завершении видео приглашаю вас зайти на мой твич канал. Специально для подписчиков канала в чате работают информационные команды. Например, написав подскрицательный знак макросшедеорога, вы получите ссылку на текстовый макросы для шедеороги. Спасибо за то, что посмотрели. С вами был Мефодий. Ставьте лайк, если нашли что-то полезное. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok